Друзья, всем привет, с вами Яков! И сегодня мы с вами поговорим и посмотрим, как менялся во времени такой персонаж, как Робокоп. И это, наверное, был один из любимых персонажей у подростков в начале 90-х годов. Ну и безусловно, мы с вами посмотрим, как он менялся именно в играх. У нас сегодня Эволюция Робокопа. Также хочу сообщить, что этот ролик по Эволюции Робокопа, это не единственный ролик, который имеется у меня на канале. У меня создан отдельный плейлист, который так и называется Эволюция Игр, и там уже роликов насчитывается порядка 100. Ну и если будет желание, будет интересно, можете в этот плейлист заглянуть и посмотреть, как во времени менялись какие-то отдельные игры, ну или отдельные персонажи. Если что, ссылку на плейлист я помещу в описании под роликом, так что переходите, ну и если интересно, смотрите. Ну а мы давайте плавно перейдем к Робокопу. Робокоп, он же робот-полицейский, он же Алекс Мёрфи. И конкретно о этом персонаже мир узнал в 1988 году, когда вышел одноименный фильм. И практически сразу в этом году по этому фильму создается видеоигра. Ну и к сожалению, этот персонаж, что в киноиндустрии, что в игровой индустрии, в основном существовал как раз именно в этих 90-х годах. И именно тогда он пользовался хорошей популярностью. Что касается кино, то это в основном только два первых фильма. Но что касается игр, то в основном все. Ну и безусловно на консолях того времени. Так вот что касается первой игры по Робокопу, то она выходила на 8-битной консоли, то есть на Nintendo. Ну а также на аркадных автоматах. В основном все игры, как первая часть, как и последующие части, они в основном представляли жанр Run'n'Gun. А далее было и вторая часть, и третья часть. Также был такой небольшой кросс-проект, где попытались соединить двух персонажей. Ну или давайте так скажем две вселенные, то есть Робокоп и Терминатор. В принципе игра так и называлась, Робокоп против Терминатора. И все эти игры опять-таки выпускались на различных консолях. Что на 8-битных, что на разных 16-битных. То есть допустим на Sega, ну и на Super Nintendo. И самое главное, что на каждой платформе вроде бы игра с одинаковым названием абсолютно по-разному смотрится. Разная безусловно визуальная составляющая, ну и разный геймплей. Ну как геймплей, уровня построения. То есть в любом случае, что касается жанра, это обычный Run'n'Gun. То есть бежим, видим противников, убиваем противников, стараемся не попадать под их атаки. И перемещаемся как просто по локации. Ну или где-то куда-то карабкаемся, подбираем какое-то дополнительное оружие. Тем самым себя усиливая, ну и наносим дополнительный урон. Ну или скажем так, упрощаем процесс зачистки карты. Но в конце любой карты, в конце любого уровня, нас ждет битва с боссом. И вот в этом заключались по сути игры тогда в 90-х годах. И последняя такая консольная версия вышла в 93-м году. К этому времени уже популярность Robocop'а снижалась. Но все же в игры играли. И тот же Robocop 3 или допустим Robocop против Терминатора пользовались огромным спросом. И если о Robocop 3 быстро забыли, Robocop 4 вообще даже не снимали, то в игры играли очень-очень долго. Но если честно, что Robocop 3, что Robocop против Терминатора считаются, наверное, одними из лучших игр в своем времени, естественно, на своей консоли. Затем прошло немало времени. В ногу с эволюцией шла и игровая индустрия. Появлялись уже более мощные персональные компьютеры. Появлялись консоли нового поколения. Ну и решили под эту марку сделать игру и про Robocop'а. И уже спустя 10 лет, в 2003-м году, вышел уже шутер от первой лица. Да, поначалу это было интересно, но игра очень быстро надоедала. Ну, во всяком случае, лично мне. Безусловно, я уверен, есть предложение, есть спрос. И однозначно были игроки, которым эта игра понравилась. Более чем уверен. Но лично мне она не совсем дошла. Но все же, игра была, и ее ни в коем случае игнорировать нельзя. Затем еще прошел десяток лет, и уже решили сделать небольшой ремейк. Ремейк фильму. О успехе этого ремейка мы говорить не будем. Или, давайте скажем, о успехе или же провале. Но вместе с фильмом решили немножко сделать и обновленную версию Robocop'а. И эта обновленная версия, к сожалению, вышла только на мобильных платформах. То есть на андроиде и iOS. Ну и что касается самой игры в плане графики. То есть нашего персонажа, атмосферы, где наш персонаж перемещается. То она получилась даже очень неплохой. То есть нас немножко погружало в прошлое, в 90-е годы. То есть в ту атмосферу, которую мы увидели в фильмах 90-х годов. Но что касается игрового процесса. То он был практически убит донатом. Что касается энергии, то это понятно. Это во многих играх эта энергия существует. Энергия заканчивается. Надо ждать. Ждать или платить. Но кроме того, в этой игре мы смогли улучшать нашего Robocop'а. А именно вооружением. А что касается этого вооружения, то оно тоже не просто так бралось и покупалось. Его, скажем так, тоже надо было ожидать. И немалое время. Хочешь ускорить? Естественно, плати. И вот, конечно, этот донат очень сильно отталкивал от игры. И в целом, эта мобильная игра, она была последней про нашего персонажа. Про Robocop'а. Но, все-таки в 2020 году выходит обновление Aftermatch для такой игры, как Mortal Kombat 11. И вот с этим дополнением в Mortal Kombat'е появились различные плюшки. Сюжетное дополнение. Также появилось в игре добивание. Ну, не добивание, а давайте, скажем так, френдшип. Но самое главное, появились еще и новые персонажи. И вот одним из таких персонажей был Robocop. И напоминаю, что он появился именно в 2020 году вместе с дополнением Aftermatch. А это значит, что он был полноценным бойцом. Со своими атаками, что прямыми, что с помощью вооружения. Безусловно, он полноценно работал на локациях. То есть, использовал какие-то их примочки. Также у него имелась эффектная X-Ray атака. Ну и, безусловно, свои добивания. Как, допустим, тоже Brutality. Хотя, по сути, оно у всех одинаковое. Ну а самое главное, эффектная Fatality. Ну и в целом, это все, что касается нашего персонажа. Да, к сожалению, игр было очень-очень мало. То есть, когда-то многим не любимый персонаж 90-х годов, который поначалу очень-очень неплохо развивался в компьютерном индустрии, в итоге получился как бы позабытым, позаброшенным. Вот хорошо, что благодаря Mortal Kombat 11 этого персонажа еще и вспомнили. Получилось так немножко лампово. Ну и однозначно сражаться за него приятно. Но все же, что имеем, то имеем. И вот такие игры, дорогие друзья, у меня получилось вспомнить, найти, захватить. Ну и показать вам, дорогие зрители. Ну а в какие игры вы про робокопы играли, какие вам игры нравились, какие не нравились, о каких вы знали, о каких вы не знали, пишите все в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Играйте только в хорошие игры. Ну и если будет вам интересно, можете досмотреть этот ролик до конца, чтобы досмотреть, как во времени менялся такой персонаж, как робокоп. Приятного просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА